Легенды Крыма. Мюск Джами. Старокрымская легенда. Когда пройдет дождь, старокрымские татары идут к развалинам Мюск Джами, чтобы вдохнуть аромат мускуса и потолковать о прошлом. Вспомнить Юсуфа, который построил мечеть. Когда жил Юсуф? Кто знает когда? Может быть еще когда эски Крым назывался Салгатом? Тогда по городу всюду били фонтаны, по улицам двигались длинные караваны и сто гостиниц открывали ворота проезжим. Тогда богатые важно ходили по базару, а бедно низко им кланялись и с благодарностью ловили брошенную монету. Алла-разы-аусунь. Ага. Но был один, который не наклонялся поднять брошенного и гордо держал голову, хотя и был носильщиком тяжестей. Мозоли на руках не грязнят души, да будет благословенное имя Аллаха. Носильщик Юсуф не боялся говорить правду. Богатым и бедным все равно. Ибо время решето. Через него пройдет и бедность, и богатство. Богатый, говорил Юсуф. У вас дворцы и золото, товары и стада. Но совесть украл кто-то. Нет сердца для бедных. Разрушается мечеть. Скоро рухнет свод. Отдайте часть. Так, 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 думали про себя бедняки. Но богатые сердились. Ты кто, чтобы учить? Посмотрели бы, если бы был богат. Покатилась слеза из глаз Юсуфа. И взглянул он на небо. Плыл по небу Божий ангел. И сказал Юсуф ангелу. Хочу иметь много золота, чтобы построить новую мечеть. И чтобы помочь тому, кто в нужде. Хочу быть богаче всех. Унес ангел мысль сердца Юсуфа выше звезд, выше света. Унес. А люди злые хотели бросить его в пропасть в Аргамышском лесу. Много костей человеческих там на дне, если только есть дно. И поспешил уйти от них Юсуф на площадь. На площади остановился караван. Потому что умер внезапно погонщик верблюда. И нужно было заменить его. Может быть ты сможешь погонять верблюда? Спросил хозяин каравана. Может быть смогу, ответил Юсуф. И нанялся погонщиком. И ушел с караваном за индоль на инд. Кто не слыхал об этой стране? В камнях там родится лучистый алмаз. На дне моря живет драгоценный жемчуг. Из снежных гор везут ткань легче паутины. И корни трав пьют из земли аромат и отраву. Много лет провел Юсуф в этой стране. Спускался с гор в долины и поднимался опять в горы. Благословил ангел пути его. Росло богатство хозяина. Но Юсуф оставался бедняком. Когда к руке не липнет грязь, не прилипает и желто. Удивлялся хозяин. Где найти такого? Один раз привез Юсуф хозяину мешок алмазов. Каких никогда не видел хозяин. И не взял себе ни одного. Подумал тогда хозяин о своем сыне, от которого знал только обман и сказал близким. Вы слышите? Если умру, Юсуфу, а не сыну, мое богатство. И вскоре умер. Так бывает. Сегодня жив, а завтра умер. Вчера не было, сегодня пришло. И стал Юсуф богаче всех купцов своего города. Была пятница, когда его караван приблизился к Салгату. Тысячи верблюдов шли один за другим. И никто не подумал, что это караван Юсуфа. Не узнали его, когда подошел к мечети. Не догадались, когда сказал. Вот упал свод. Молчали. Иногда молчишь, когда думаешь. Когда стыдно станет, тоже молчишь. Так подумал Юсуф и сказал. Не отдадите ли части богатства? Закричали солгатские беки. Если имеешь, отдай. Усмехнулся Юсуф. Юсуф обещал сделать так. Тогда подумали, не он ли Юсуф? Бывают чудеса. А на другой день сотни рабочих пришли на площадь, где была мечеть, чтобы сломать старые стены. Прислал Юсуф ага. И по слову Юсуфа стали подвозить со всех сторон молочный камень, слоновую кость, золотую черепицу. Такой мечети не было в Крыму, говорили в народе. И называли Юсуфа отцом праведных. Узнав, что по заказу его, пришел в Кафу корабль с муксусом. И приказал он бросать ароматный порошок в кладку стен новой мечети. Чтобы, когда пойдет дождь, с паром от земли поднималось к небу и благовоние от подножия Мюск-Джами. Прошло две зимы, и к празднику жертв была готова мечеть. К небу шли белые башни минаретов. Сверкали золотом скат и крыш. Порфировые пояса бежали по сводам. Абдуль-Газей Юсуф. Юсуф – отец праведных. Иди, принеси первую жертву. Заклал Юсуф жертвенного барана и отдал беднейшему насильщику. Таким был Юсуф, когда просил ангела о богатстве, чтобы построить мечеть. И взглянул Юсуф на небо. Плыло светлое облако, и, остановившись над мечетью, осыпало землю бриллиантовым дождем. Тогда благовоние Мускуса поднялось от подножия мечети. И упал народ перед Юсуфом на колени. «Юсуф, ты достоин быть повелителем Салгата!» Но Юсуф покачал головой. «Власть – пропасть между людей. И остался навсегда с бедными, потому что, раздав все, стал сам опять бедняком. Но народ забыл ханов и беков, и не забыл Юсуфа. И когда после дождя старокрымские татары собираются к развалинам Мюск-Джами, чтобы вдохнуть в себя аромат Мускуса, всегда вспоминают праведного Юсуфа». Пояснение к старокрымской легенде «Мюск-Джамия» – Мускусная мечеть Развалины Мускусной мечети сохранились. Они образуют параллелограмм, свод над которым поддерживался столбами по три с каждой стороны. Вокруг мечети еще в 60-х годах XIX столетия были видны красивые, местами с позолотой, арабески. Над входной надпись говорит «Да будут благодарения всемушному за руководство на путь истинной и милость Божия на Мухаммед и его преемниках. Строитель всей мечети в дни царствования великого хана Мухаммеда Узбека «Да будет владычество его вечно смиренный раб, нуждающийся в милости Божьей, Абдуль-Гази Исюф, сын Ибрагима Узбекова, 714 Гирджи, 1034 год». Золотордынский хан Узбек, живший в 1313-1342 годах, по свидетельству арабских писателей, проявил особую ревность в утверждении мусульманства в его владениях. Сам Узбек хан не жил в Салгате, старый Крым, а лишь наезжал туда. С именем Юсуфа, помимо настоящей легенды, в народной памяти сохранилось предание об основании самого Салгата. Крымский историк Сеид Мухаммед Риза в 1756 году в своем сочинении «Семь планет» в известиях о царях татарских рассказывает, в прежнее время местность, на которой расположен город, принадлежала к Кавской пристани, феодосийской, служа сборным пунктом для купцов персидских и франкских, привозивших сюда разные европейские и азиатские товары, которыми наполнялись и пестрели шалаши, палатки, деревянные дома и саманные мазанки. Благодаря превосходному климату и чудному воздуху население и постройки быстро умножились и мало-помалу возник к югу от Кафы при подошве высокой горы Аргамыш целый город, обнесенный ради безопасности крепостной стеной и названный Салгатом. В ту пору один богатый купец предпринял постройку большой мечети и из усердия к Богу, к материальным затратам присоединил и личный труд. Одетый в старое платье, он вместе с рабочими таскал глину. Вдруг проезжает мимо купец с двадцатью вьюками мускуса. Строитель мечети полюбопытствовал узнать, что за товар везут. Торговец поглядел на грязную рабочую одежду его, презрительно ответил «Подходящего для тебя товара нет». Смущенный таким ответом торговца, строитель заплатил тот чужестоимость мускуса и велел свалить его в размешанную глину, сказав рабочим «Саль, сваливай, кать, меси». Оттого и самый город назвали Салкатом. Об этом древнем Салкате Хоседе Джуинис в своей общей истории ханов на странице 343 говорит «Всадник едва мог объехать его на добром коне в полдня. Было много зданий достойных удивления, особенно высших училищ, где преподавались всякие науки. Караваны из Хаварезми Хивы безопасно проходили в Крым, употребляя на путь 3 месяца. Жители наживали торговлей огромные богатства, но по скупости, заполняя золотом сундуки, ничего не уделяли беднякам. Мускус – ароматичный коричневого цвета порошок, добываемый из мускусной крысы Азии и гамалайского оленя, самца, под брюхом которого имеется мешочек с этим веществом. Мускус оцениваем теперь от 960 рублей до 1280 рублей за килограмм – это в 1913 году – считался в древности драгоценнейшим препаратом, благодаря его целебным свойствам в особенности для облегчения страданий рожениц. Может быть, в связи с этим мускус приобрел литургическое значение. Папы, до конца XVI века, вступая во владение Ватеранским дворцом, получали в дар кошелек с 12 драгоценными камнями и мускусом, который считался символом добродетели и милосердия к бедным. В свою очередь, папы, выражая особенное благоволение царственным особам, дарили золотую розу с мускусом. Как говорит Чарыков в своем известном труде о Павле Менезии в 1675 году, был дан указ Субирскому приказу о посылке в Рим к Аббату Скарлату трех фунтов мускусу доброго в вознаграждение за собрание сведений по описанию святынь Рива. Судя по нашей легенде о мускусной мечети в Салгате, литургическое значение мускуса было не чуждо миру мусульманскому. По словам татар, стены мускусной мечети и теперь после дождя издают аромат. Аргамыш, горный хребет, верст 8 в длину, на одной из вершин его имеется провал, схожий с жерлом вулкана, не более сажене в поперечнике. Местный пристав, Егорский, опускал веревку в 50 сажен длины, но не достал дна. А по словам старокрымцев, если бросить просо, то оно выйдет в прудах Шубаша за несколько верст от города. По преданию, в этот провал сбрасывали преступников. Индель. Путь в Индию. Верблюд, завезен в Крым татарами из Средней Азии, это нежное животное после эмиграции степных татар стало быстро исчезать в Крыму. Алла Рази Олсунь, благодарю. Настоящую легенду рассказывал мне старокрымский мула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова